Я вас приветствую на канале Степан Холера. Мы продолжаем дальнобоить по Америке и сегодня рассмотрим новую возможность. У нас, как вы знаете, вышел DLC буквально недавно, который позволяет делать кастомизацию, тюнинг колес. Ну и, конечно же, я решил выбрать наш Freightliner, который совершенно не кастомизован, совершенно не тюнингован. Ну, начнем с колес. С чего-то же нужно начинать, верно? В общем, я проложил маршрут и сейчас мы с вами едем. Едем, разберемся, что же это за DLC, стоит ли его покупать и вообще, будет ли красив наш трак после того, как мы с вами его оттюнингуем, что называется, по полной программе. Вот, ну, по крайней мере, колеса так уж точно мы с вами сделаем. Вот, может быть, совсем уж по полной программе не получится, потому что не так денег много, как хотелось бы. Но, что-то сделаем. Колеса сделаем, я так думаю, что цвет ему подберем и посмотрим в итоге, что у нас получится. Так, у нас же, да, 30 ограничений здесь. Не стоит лихачить, не стоит прям так нестись туда, чтобы посмотреть, что же у нас там получится. Я понимаю, охота посмотреть, но денег заплатить 500 или сколько там штрафа тоже как-то... Как-то я уж лучше колесо какое-нибудь приобрету подороже. Так, смотрим. У нас тут, как всегда, пробка, да? С одной стороны пробка, а с другой стороны пробка. И если бы я стоял впереди, я бы сейчас бы в наглую поехал. Вот, кто не остановится, я не виноват, что называется. Но, так как вот у нас впереди вполне законопослушный гражданин стоит, то он будет стоять до, что называется, до посинения, пока все не проедут, я так понимаю. Там еще, правда, и полиция, да? Ладно. Так, ну что, родной, давай, ну давай же. Я понимаю, он должен пропустить этих, потом пропустить тех. Извините, что называется, не дождался. Теперь и он поехал за мной. Я ждал, наверное, минут пять реального времени. И решил потом его объехать и поехать дальше, потому что... Ну, это невозможно. Пустая дорога, что в одну, что в другую сторону. Этот стоит то ли уснул, то ли в игру мобильную играет, то ли... Я не знаю, что он там делал. Вот, я уже сигналил. Вот так вот. Вроде бы как от сигнала должен был бы как-то встрепенуться, что ли. Так, ну ладно, выехали. Вы ехали буквально сегодня же в группе ВКонтакте. Если кто не знает, Степан Холера. ВК. В группе ВКонтакте прочел новость, что... Помните, наверное, да? Недавно буквально случилась железнодорожная авария в Германии. Сошли с рельс два поезда. Столкнулись буквально лоб в лоб на скорости 100 км в час. И оказывается, что виновен в этом диспетчер, который играл в этот момент на своем мобильном, в мобильную какую-то игру. Да что творится сегодня, а? Я вообще не могу понять ничего. Что там такое? За беда. Что там за проблема? Народ. Так вот, вот так вот любой законопослушный гражданин начинает нервничать, когда вот такие вот, да, пробки, когда на перекрестке стоят все, непонятно почему. Ну понятно почему, красный свет. Так, ладно. Давайте посмотрим, что же, собственно говоря, у нас тут появилось. Так, вот он наш грузовичок. И вот они, вот они, смотрите, вот она возможность, да? Вот она возможность тюнинга. Колпаки мы можем с вами делать. Потом мы можем выбрать, смотрите, гайки даже можем поставить, скажем, черного цвета. Потом ступицу мы можем сделать под свой цвет. Это вот, да, означает, что свой цвет какой-то. Вот красный, например, да? Вот такой. Круто. Так. Но я хотел немножко начать все-таки не с того, а подобрать цвет нашему Freightliner. 3900. Вот какой-то такой вот, да? Какой-то, я даже не знаю. Какой-то он, по-моему, немножко невзрачный. Sunshine Yellow. Не золотой, как у нас на Петербилде и на Кенверсе. Но я... Мы, кажется, в палитру с вами не добавляли, да? Ну-ка. Что это у нас? Палитра. Почему нельзя взять из палитры? Так, как-то... Вот, сейчас нужно это сделать, чтобы подбирать уже под цвет, подбирать то, что нам нужно. Ну, пускай будет вот это. Давайте, желтый, так, желтый. Так, и теперь смотрим, собственно говоря, колеса. Шины у нас вполне меня устраивают абсолютно. А вот само переднее колесо, давайте, конечно же, покрасим его в какой-нибудь красивый цвет. А, например... Например... Вот в такой, смотрите. Так. Мы можем даже поближе подобраться, чтобы оценить в полной мере. Так, если добавить его в палитру, да? Дальше смотрим, что у нас. Колпаки. Колпаки я хочу вот такие вот, хромовые. Блестящие. Дальше ступица. Ну, мы ее не будем видеть все равно, да? И болты. Cap Shadow. Черные. Ну, вот как-то так. И сейчас точно так же посмотрим, сделаем точно такие же действия и для вот этого. Для задних колес. Так, что я не могу... Непонятно. Так. Палитра. Ну... Нет? Кто его знает? Короче говоря... Короче говоря... Так, как-то... Так, вот примерно, да? Дальше смотрим. Эта ступица у нас стандартная. Черная я хочу. Вот черная. Так, хорошо. И дальше все то же самое. Колпаки. Давайте начнем с... Вот отсюда. Желтый. Может быть, даже черный. Смотрите, может, даже и лучше. Как-то так... Ну, вот для этого, собственно говоря, и выпустили этот DLC. Чтобы вы сидели и заморачивались. Так, слушайте, а вот это лучше, а это хуже. А может, давай вот так, а может, давай вот сяк. Я понимаю, что оно... Да, это... Ну, этот DLC, его покупать... Ну, скорее всего, он должен бесплатно раздаваться. Потому что колеса, как было сказано, опять-таки, вот в комментариях... Колеса-то мы с вами не видим. Все равно... Эксклюзив, да? Эксклюзив. А если не эксклюзив, а если черный сделать? Вот как-то так. А если желтый? Не, ну, мне, в общем-то, колпаки не нравятся. Вот они здесь вроде бы как к месту, к делу. А вот тут вот пускай вот так будет, смотрите. Черный на желтом, по-моему, хорошо смотрится. Так, и сейчас посмотрим еще насчет колпака здесь. Так ли он нужен? Вот ступица, или что это у нас, да? Такого красного цвета. Черные. И если болты тоже поставить черные. Кэп-шоу. Они у нас и так черные. Да. Ну, по-моему, по-моему, лучше выглядит все это дело. Вот колпак все-таки, наверное, я поставлю. Хромовый. Блестящий. Так, хорошо. Это мы сделали. Вроде бы как что-то подобрали. Давайте мы еще посмотрим, что мы можем сделать здесь. Алюминиевый пайп. Это у нас выхлопуха, да? Дальше. Вот, мы можем сделать вот такие. Это low cap winds. Крылья какие-то, да? Дальше смотрим, что у нас здесь ничего. Здесь то же самое. Это у нас десятый уровень требуется. Стандартная табличка. Freightliner. О, смотрите, желтые противотуманные фары. Хорошо смотрятся, по-моему. По-моему, хорошо. Так, и... В общем-то, все. С колесами. Колеса там у нас доступны, но их немного. Вот так. Хорошо. Давайте смотреть, что же у нас получилось. При свете дня. Так, а единственное, что я хотел заглянуть и поремонтироваться. Вот. Итого, смотрите, как блестит вот этот вот хром. Прям глаз не оторвать. Но вообще, по-моему, лучше стал смотреться. То он какой-то серенький такой был. Вот смотрите, да? Невзрачные колеса у вот этого вот. Петербилта. Чужого. И то ли наши вот. Тюнингованные. Ну, действительно, это решать вам. Нужен вам такой фокус или нет. Но, по-моему, неплохо смотрится. Мы еще проедемся обязательно с вами. Где-нибудь встанем красиво и фотку сделаем. Отражается в этом колпаке буквально весь мир. Да и желтый цвет. Как известно, такой вот радостный. Грузовик наш радостный теперь. Вместо серого и унылого. Смотрите, да? По-моему, нечеток. Нормально. Так, хорошо. Давайте же смотреть. Будем ехать. И, конечно же, посмотрим, что у нас по карте есть. Нужно проехать. Где-то что-то, может быть, открыть. У нас 70% дорог исследовано. Но потому что вот эти вот кусочки остаются. Города-то все. А вот кусочки остаются. И я хотел бы из Рена проехаться где-то вот по этим дорогам. Хоть по одной из этих. Если вот есть у нас Эли, да? И Тонопах какой-то. Вот куда-то сюда грузы. Так. Что у нас есть? Не туда и не туда. А где-то поближе. Ну, не совсем то, что я хотел. Я бы даже сказал, совсем не то, что я хотел. Песок. Может, из какого-нибудь вот этого вот города. О, это уже лучше. Но, правда, до этого города нужно еще добраться. А если из самого вот этого, куда мы поедем? В общем-то, можно, смотрите, да? Вот сюда приехать. Ну, три часа. Три часа мы не успеем туда добраться. Для того, чтобы отсюда уже куда-нибудь груз повезти. Требется, наверное, вот этот. 20 часов у нас будет на все про все. Игрушки мы получим 10 тысяч. Выплатим штрафов тысяч на пять. И как раз будем в плюсе тогда. Ну что же, давайте брать. Давайте брать и посмотрим. На наш грузовичок в действии. Красавец. Так, нет, сюда. Поехали. Габариты. Это мы убираем. Это нам не надо. 30 миль. Добираемся до места назначения. И, конечно же, смотрим. До места назначения. Потом оттуда я поеду по нехоженным дорогам, по полевым, по которым мы с вами еще не ездили. Таким образом, еще откроем процентов. 3-5 дорог. То как-то города все открыты, а дороги нет. И потом ожидаем следующего DLC или следующего... Ну, может быть, карта появится, Аризона. Мы обязательно с вами тогда на ней покатаем. Вот, а так пока вот такой вот неожиданный такой DLC вышел. Я его совершенно не ждал, не смотрел, не следил за ним. Вот, мне его подарили. Спасибо за это. И, таким образом, появилась у нас возможность немножко покататься. Так, превышать не надо. 30. 30 годится. Хотел посмотреть со стороны или хотя бы спереду? Постоянно почему-то сзади. Сзади нам показывают. Мы же тут вложили сколько я... Кажется, там то ли 10 тысяч, то ли сколько мы там вложили в это все. В красоту. В так называемую. Сколько-то вложили. Вот, полюбил я перекрестки в нашей игре. В American Truck Simulator я очень полюбил перекрестки, которые регулируются со светофорами. Потому что нерегулируемые это... Ну, вы видели, да, что было в начале? Это или стоишь в пробке и играешь на мобильном телефоне. Или просто в наглую прешь. Что одно, что другое не очень-то... Не очень-то интересно. Мы знаем, что случается, если во время работы на мобильном телефоне во что-то играть. Поезда сходят с рельс. Так, выезжаем за город. Наконец-таки. Чуток можно будет ускориться и посмотреть вот... Вот, вот оно. То, что я хотел. Но мало. Так, кстати, я немножко прикрутил звук. По-моему, это не немножко, а по-моему, это сильно. Давайте добавим. Потому как Freightliner у нас довольно-таки громкий грузовик. Ну, нормально, вроде бы как. И не забивает в одну... Ну, с одной стороны голос. И вроде бы как слышно. Нельзя сказать, что слишком тихо. Вот, нормально сейчас. По крайней мере, мне. Если что-то не так, отпишитесь в комментариях. Мы будем тогда еще экспериментировать. Кстати, вот с этим же DLC вышло и обновление. И Евротрака, и Американ Трак Симулятора. Да так, я говорю тем, кто... Если вдруг кто не знал. Там вроде бы как много чего интересного добавили. Поправили АИ. Искусственный интеллект водителей. И теперь они, возможно, будут как-то себя... ...более правильно вести на дорогах. Посмотрим. Ну и так, кучу разных фиксов мы сделали. То есть улучшается игра постепенно. 65. Какая красота, когда можно придавить, притопить. А, согласитесь. Максимальная скорость. Которую мы можем с вами развить. И максимальный же таки и шум. Потому что, смотрите, стрелка тахометра в оранжевой зоне находится. Превышает обороты. Рекомендуемое производителем, скорее всего. Это как на скутере. Да. Скутер может и 60 катать километров в час. Но рекомендуемое вот на спидометре 40 километров. Потому что 60 это будет и перерасход топлива, и износ поршневой. Ну, да и вообще небезопасно. Вот так и у нас, например. Так, хорошо. Едем там, где? Попытаемся что-то посмотреть. На высокой скорости. Желательно на ровном каком-нибудь участке дороги. Оценить все красоты. Нашего фрейт-лайнера. Вот, например, неплохой участочек. Более-менее ровненький. Это, это... Это круто, но слишком далеко. Камера отъехала. Сразу же не сориентируешься, с какого ракурса тебя показывают. Вот такие же примерно, я думаю, что можно будет сделать и такой тюнинг. Он недорогой. В принципе, можно сделать и с нашими Кенверсом и Петербилдом. Не бог весь, какой тюнинг. Но, тем не менее, как-то кастомизовать грузовик. Ну, вот любят же, да, делать наклейки. Любят же делать хромовые всякие зеркала там. Кто-то любит цеплять свето-возвращатели лишние. Кто-то брызговики там как-то рисует что-нибудь на них. Ну, и так далее. Уж не говоря о том, что в салоне, я думаю, все видели. Кучу шторочек разных непонятных. Всякие там картинки на религиозную тему и так далее. Крестики. Ну, по-моему, вот это вот лучше. Чем будет на стихле болтаться какая-нибудь фигня. По-моему, колеса лучше. Да, ты хоть и не видишь, но иногда все-таки видишь. Потому что мы все с вами довольно-таки часто делаем скриншоты. Потому что иногда просто хочется его сделать. Ты в какую-нибудь такую местность интересную заезжаешь. Или грузовик как-то так освещается красиво, что... И опять же, ты же над ним работал. Над грузовиком. Ну, как же его не снег-то, а? Вот только мне что-то кажется, появилась адаптация освещения под... Ну, типа как глаз. Если слишком светло, то затемняется. Если слишком темно, то осветляется картинка. По-моему, вот эта вот адаптация, раньше ее не было. Или она была, но, возможно, не так сильно она работала. Сейчас как-то вот охота... Ясный солнечный день, смотрите, да? Вот охота снять грузовик, когда он сверкает буквально в лучах солнца. Но икра затемняет, потому что считает, что слишком ярко. Или вот под мостом мы только что с вами проезжали. Под мостом, да, хорошо видно, но зато все остальное пересвечено буквально. Так, вот он наш игрушки. Мы получаем 10 тысяч, да, за работу. А единственное, что у нас... Да, по-моему, даже мы будем ехать там, где надо. Это будет круто. Давайте поближе посмотрим, как это... Да, мы вот по этой дороге будем проезжать. Класс. Поехали где-то. Наши игрушки. Они тут еще так не просто встали. Поставлены. Вот, кстати, теперь больше есть возможности осматривать свой грузовик вот так вот. От третьего лица. Ориентируясь не по зеркалам, да, вот так вот смотри. Так, что у нас? У нас поворот. Поворот туда, я надеюсь. Вот туда, но еще нужно будет посмотреть на карту и убедиться. Да, поворот у нас как раз с вами туда. Вот, единственное, что я хотел бы попасть вот в этот город и из него поехать вот так вот. Да, вот по вот этому кусочку дороги еще проехаться. И тогда самый длительный у нас останется вот этот кусок неезженный, да. Ну, возвращаться нет. Можно было бы вот так, потом вернуться сюда, поехать. Ну, то это слишком уже, слишком круто. Слишком долго. Надоест. Так, там 30 вроде бы так, да? 30 миль. Давай, ну, давай, давай, зеленый, ну, зеленый. Нет. Нет. Вот, к сожалению, поворачивать налево на красный нельзя. Направо можно, налево нет. Кстати, и направо иногда забываю поворачивать. Потому как непривычно. Хотя, это правильно, да? Ты никому не мешаешь абсолютно. Естественно. Посмотрев, чтобы никто не ехал. Так. Превышение 920. Офигеть. Да ну вас нафиг. Я полицейских имею ввиду. Вездесущих. От которых не скрыться. Прямо полицейское государство какое-то. Да еще такие цены. Если перевести на наши деньги, я даже не представляю, сколько это будет. Это будет кошмарное количество денег. Даже дурно становится. От такой мысли. Так, тут у нас ограничений нет. Можем ехать. Никому мы совершенно не мешаем. Полоса вышла и пошла. Никуда не сходится ни с чем, да? И вот теперь... В общем, едем. Наслаждаемся поездкой. Вот она сходится, полоса. Смотрим по сторонам. Смотрим на наши диски, на колеса. И зарабатываем денег, потому что... Ну, я говорил, что на штрафах мы тысяч пять отдадим. Так оно, наверное, получится. Зарабатываем денег, потому что нам нужно выплатить кредит. Это я напоминаю, если вдруг кто не смотрел и не знает, что вообще происходит. Откуда грузовики и гаражи, то мы с вами взяли кредит 400 тысяч. И эти 400 тысяч нужно будет выплатить каким-то образом. Вот такими вот маршрутами. Прямо миллиметр. Вакуумент какой-то постарался. Сюда же, да? Я ничего не путаю. И вот она, эта дорога, да? По которой мы должны были бы с вами съездить уже давно. Ну, пока что не совсем. Вот она отсюда начнется. Неизведанная. А где-то там по полям. По полям, по пустыням, по лесам. Пустынная дорога. Так вот скажем. Кстати, вы обращали внимание, что, смотрите, даже вот на этом хромированном элементе, вот он, который открывает окно, да, вот эта вот защелка, тоже есть оторожение. Нифига себе. Нормальный ход. И даже на том есть. Круто так нагружает, по-моему, видеокарту. Ну, нагружает круто, потому что я слышу, как она напрягается. Когда она перегревается, включается турбо-режим, там два вентилятора стоят. И они дубасят так, что, наверное, вам слышно. Потом охладят, через какое-то время замолкают. Снова в штатном режиме работает. Снова потом таки начинается. Вот. Но ультраграфика, сейчас у меня ультраграфика, все-таки стоит того. Здесь и отражения, здесь и тени, и куча всяких разных элементов на дороге, кустики там, которые на средних не отображаются, например. Это того стоит. Правда, стоит ли это того, чтобы покупать новую видеокарту, конечно же, нет. Но мы с вами знаем, кто мы такие, да? Мы игроки, мы игроманы, те, которые любят поиграть и не жалеют на своего коня, в данном случае компьютер, какую-то сумму денег, энную. Иначе не было бы этих, развития этих всех технологий. А вот у нас появилось, вышел этот Oculus Rift, HTS Vive. В общем-то, снова таки нужно копить денег, зарабатывать. Вот, кстати, да, кто-нибудь задумался над тем, что как компьютерные технологии двигают прогресс вообще целиком. То есть, вы любитель, заядлый любитель игр. И, конечно же, хотите себе Oculus Rift купить, например, очки виртуальной реальности. Видите, что они кусаются. Сколько они там? 400 баксов, кажется, стоят, да? Плюс видеокарта нужна соответствующая тоже. Около 400 баксов, потому что там GTX 970. Вы так прикидываете себе в уме, что вам нужно около, ну, 1000 баксов. Для счастья полного. И начинаете усиленно чесать затылок и думать, где же их заработать. Решаете и идете работать. Берете, не знаю, работаете на выходных, сверхурочно как-то. Больше берете заданий и, в общем-то, зарабатываете. В принципе, это можно заработать при большом желании. Таким образом, вы выполняете больше работы. Вы выполняете, вы, ну, помогаете экономике своей страны, потому что вы делаете дело. Если бы не было этого у вас желания, не было этих очков, на которые вы деньги собирали, вы бы не делали какую-то работу, правильно? Вы бы ее не сделали, потому что она вам нафиг не нужна в субботу, в воскресенье работать. Да ну его нафиг, я лучше на диване полежу. И таким образом, меньше налогов в стране, меньше чего-то там сделали. Столяр меньше сделал стульев, дворник меньше подмел дворов, там, убрал мусора. И в грязи так все и живут. А так получается, что вот они, очки виртуальной реальности, сделали наши города чище. Больше стульев появилось, больше вкусного, вкусных пончиков. И так далее, и тому подобное. Не, ну, согласитесь, что-то в этом есть. Какое-то, по-моему, что-то... Изюминка какая-то в этом есть все-таки, да? Доля правды. По крайней мере, я уже задумался над тем, где же взять эти пресловутые тысячу баксов. Потому что охота. Интересно, как это оно. И охота. И посмотреть, и поучаствовать в этом празднике жизни. Так, интересно, смогу сейчас или не смогу. Нет. 95 миль в час, да? Нет, это не 95, это 95-е шоссе. 70 миль в час мы можем с вами сейчас ехать. Но все равно больше 65 не смогли бы. Вот тут вот, кажется, я смогу. У меня сразу начинает руль вибрировать, когда я выезжаю правым колесом на бочину. На вот эту вот, на линию шершавую такую. А когда направо выезжаю, налево вернее, то нифига не вибрирует. Ничего не вибрирует, поэтому, вот, когда смотришь такой камерой, то можно не опасаться, что заедешь направо, но нужно опасаться, что заедешь налево. Особенно, когда она переключается вот с одного на другое. Вот тут вот давайте посмотрим. По-моему, красиво. Это я о дисках. О колесах. Которые мы с вами сделали, купили. На собственный цвет и вкус, что называется. Вот, да и цвет мне нравится. Желтый. Так, сейчас же будут ругаться, да? Если мы не включим ближний свет, поэтому включаем. И еще немножко поиграемся. Хорошо, понемножку. Жаль, в пустыне смотреть не на что. Я бы с удовольствием. Дорога прямая, почти, да. Особо тут перекрестков никаких нет. Вот тут и никто и не живет особо. Вейлбол. Доступно. Что там доступно? Наверное, какая-то недвижимость, я так понимаю. Кемпинг. Или что это, да? Похоже. На кемпинг. И вот она как раз, вот она дорога этой пошла уже, да? Да, да. Мы как раз вот по ней курсируем. Да, действительно. 95-е шоссе. Потом вот 375-е или что это такое? 93-е. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дорожка такая, немножко извилистая. На большой скорости тут особо и не покатаешь на таких извилинах. Как бы, я просто боюсь, как бы, прицеп нас не перевернул. Так бы, в принципе, можно было бы без груза ехать. Приходится притормаживать по нему. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну что, очередная пробка, да? Вот всегда приезжаешь, буквально прорывает их. Едут со всех сторон. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пускай тормозит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не досок меня ждать. Полчаса. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, выехали, вроде бы, как уже населенная такая часть. Тут что-то, казино какое-то появилось. Это Тонопах. Городок. Хотя бы хорошо, что у нас 80 километров мы можем развивать. Ты что творишь? Вы видели, да? Рисковый такой парень тоже решил. Да ну, говорит. Что я буду ждать? Поеду. И поехал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну, я думаю, что вот эту часть дороги мы как-то с вами быстро проедем сейчас. Особо тут вроде бы какие-то смотреть не на что. Смотрите, проезжаем снова-таки знаменитый вот этот вот массив радиотелескопов, который находится в пустыне Невады, который засветился в одном... Да, наверное, не в одном, а во многих фильмах он засветился. Но, в частности, в том фильме, где Джоди Фостер играла. Она еще играла радиоастронома. Организацией СЭТИ они искали внеземную жизнь. И, в частности, по вот этому вот радиотелескопу они ее вроде бы как и нашли. Да, у них уже фильм там то ли начало двухтысячных, то ли конца девяностых. Но, тем не менее, смотрится до сих пор. Смотрите, как красиво, да? Город. Выезжаешь из пустыни, где ничего нет, только койоты воют, бегают. И тут на горизонте появляется город. Ну и, собственно говоря, конец нашего путешествия. Довольно-таки спора получилось, потому что эта трасса, по которой мы ехали, она практически нигде не имеет ограничений. И был там один небольшой городок, где 30, но там буквально каких-то, не знаю, километров, может быть, даже меньше. И потом, опять-таки, жми, что называется, на педаль газа и на максимальной скорости проносись по пустыне, что я, собственно говоря, и сделал. Вот поэтому мы довольно-таки быстро с вами доехали до пункта назначения. Да, это же пункт. Да, это Лас-Вегас. Вот Лас-Вегас, огни Лас-Вегаса далеко видны. В пустыне. Оазис. Прикольно. Игорный оазис такой вот. Где люди просаживают с трудом заработанные деньги. С потом и кровью. Одни в надежде разбогатеть, и другие в надежде, не знаю, в какой там, развлечься, что ли. Хотя какое там развлечение, когда проигрываешь много денег, какое там развлечение. Вот, ну, говорят же, не даром, да, что это азартные игры, это сродни наркомании. Ну, то есть это болезнь, от которой человек, ну, сам по своей воле с трудом может отказаться. С трудом. Это точно так же, как алкоголик от алкоголя, наркоман от наркотиков и так далее. Поэтому лучше туда не влезать. Туда и в такие, и в другие. Такие вот вещи, которые ты, скорее всего, сам не бросишь. Я сразу же вспоминаю своего знакомого, который начал курить. Ну, я его увидел с сигаретой. Не курил он до этого никогда. Увидел его с сигаретой. И, в общем-то, был возмущен этим замечанием. И сделал, ну, как замечание. Спросил, а что ты, собственно говоря, что тебя сподвигло. Ты же потом не бросишь. Да, не, говорит, я брошу. Я такой, я это. У меня же воля стальная. Я брошу в любом случае. Да и вообще, одну сигаретку там, одну-две, это так, под настроение в неделю. Я не привыкну и всегда смогу бросить. Ну, и что я вам скажу. Прошло уже лет пятнадцать, наверное, с тех пор, как состоялся этот разговор. Курит он, выкуривает пачку в день сейчас. И на вопрос, а как же? Ты же, я говорю, бросишь. Ну, мнется, трется. Ну, вот не смог. Бросал несколько раз. Пытался бросить. Несколько раз. И не получается бросить. Это нужна действительно воля. Это не всем по плечу, к сожалению. Начать можно легко. Бросить это единицы бросать. Хорошо, если в вашем окружении есть такие, которые бросили, да. Но лучше это не начинать. Точно так же и с азартными играми. Лас-Вегас. Хороший город. Но я бы туда свои деньги не пошел просаживать. Лучше купить шлем виртуальной реальности. Или большой телевизор на стену. Или еще что-нибудь. Так. Нам осталось тут буквально чуток. А, и мы же помним, да, на право... На красный, вернее, мы можем поворачивать. Никакой просто. Что у нас по времени? Два часа тридцать семь минут. Ну, я так и думал, что сейчас поздняя-поздняя ночь. А жизнь в Лас-Вегасе все равно кипит. Пускай не столько на дорогах, да. Но, тем не менее, это только жизнь, только начинается в два часа ночи. Светофоры работают в режиме нон-стоп. Полиция шныряет туда-сюда. Я немножко не рассчитал. Окей. Вот. Ну, не будем мы изворачиваться сейчас. Отлично, одиннадцатый уровень. Пчелка-работница. Такой вот у нас, такой вот уровень. Заработали немножко денег. Да, ну, нормально. По-моему, нормально. Покатались. Дальше у нас есть дальнее путешествие. Осторожность. Экономность. По-моему, лучше вот это вот. Что-то из этого взять. Вот, ну что же, друзья. Встретимся мы в следующей части, когда выйдет очередной DLC какой-нибудь. Я все-таки надеюсь, что Аризона выйдет уже скоро, и мы обязательно с вами по ней покатаемся. Я на этом буду прощаться. Всем удачи и пока. Пока.